А у нас здесь болта, лёд. Вчера вечером ходил, здесь по воде. Там у дочи островок сухости. Да, доча. Остров сухости. Пойдем туда, сразу чашку поставлю тебе. Островок сухости. Доброе утро, доча. Доброе утро. Иди, давай на борт. Ешь, давай. Вот, а здесь у тебя будет сухо. Вот, разобра. Ешь, давай, ешь. Так, все нормально здесь. Да, вот здесь у тебя лежанка и здесь. Ешь, давай. Ешь, ешь. Играешь, что ли? Играешь, что ли? Играешь, что ли? Вот, ну, вот, играешь, да. Ешь, давай. Вот. И ложись там. Ну, ешь, давай. Пойдем тебе. Кушай, кушай, давай. Пойдем тебе пшена дадим. Да, вот это все у нас. Да, да. Смотрим, погода за окном. Птички не очень. Все туют на пшено. Минус 4. Ну, ждите, допреливаю вас, докормлю. Пшено-то так и лежит. Птицы, птицы, пшено-то так и лежит. Заелись вы, господа. Поразлетелись. Остались только самые верные, прибанные пшено. Солая куча пшена. Ну да, и здесь тут. Ладно, досыплем. И котят. Все, кто хочет, тут поплюет. Типо пришло. Полетели они. Сами себе еду добывать. Стало тепло. Полетели еду добывать. Самые преданные, он на едках сидят. Тут тусоваться будут. Ладно, фактически свою миссию. Выполнил. Тяжелой зимой. На камню. Что тут у нас лед? Лед, ледок. Сейчас день я по льду. Лед трещит. Ну-ка, ну-ка. Тихо. 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 Да. Ой, это вообще-то как. А, и ты ешь. Все. Озеро. Ты кушаешь? Ну, кушай. Кушай. Так. Я на барахолке был. Иду, короче. По грязи. Здесь можно пройти немного. Сейчас обойду. Смотрел. Электроточил. Размеры определял. Только одно нашел. Среднего размера. Хотел, конечно, поменьше на кухню. Но меньше там совсем мощность. Малая будет. Так, и взял. За 900 рублей. С советским двигателем. В пакете, в смысле. Потом провод переделаю и подключу. Так. Тоним, тоним. Тоним. Нам надо отсюда выйти. Вон туда. На тропинку. Здесь, конечно же, у нас ужасная грязь. Вся прочая. Через бордюру как козлик. И все. Пока я иду двигаюсь. Прогуляюсь. Маленько. Потом электродвигатель посмотрим. Надо все-таки сделать. У меня есть, но самодельный. Он достаточно мощный. И отец боялся точить. Только я точил ножи. Но я его снимал. Снимал сам, делал. Привазил, делал. Но им страшно пользоваться. Сколько мощность не убавлял. Путем подборов конденсаторов. Все равно страшно было им точить. Так что я его снял. Взял готовый советский. Вечный. Потому что точила, кажется, должна быть для ножей. Вот так. Пока я иду. Тащусь. Прошел я где-то с километр. Конечно, штанам хана придет. Да, ну таксисты ломят цены сейчас астрономические. Более-менее где-то прошел. Здесь уже получше, почище. Относительно ползающие. Сейчас пойду, зайду в магазин, посмотрю, что бы ты. Отец полетил. Ну это еще далеко. Пешочком. Весна. Так, вот я уже и дома. Сейчас я покажу, что там. Двигатель потом попозже. Застану точила. Потом вообще на рынке вот такие три штуки взял, короче. Калинные шашлычки. Еще теплые. Да я не хочу, надеюсь. Уберу тогда в холодильник. Вот такие три штуки. Куриные шашлычки. Шашлычки, да. Какая-то новшесть. С картошкой пожарим. Сейчас пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, отведаем, из чего состоит. Да дальше я там шел, шел, там далеко идти. Что, ты будешь убирать тебе? Нет, убираю. Потом в этот и разогрелите с матерью. Пойдите. Здесь у нас еще зельс нарезанный. Ты доставай, что там, помидоры. Нет, я не хочу. Зельс. Здесь картошка жареная. Попробуем. На рынке, правда, на барахолке. Сперва хотел поснимать, я думаю, а что там снимать? Обошел. Ну, они по отдаленности все находятся. А почему же там сделали в ЕЖА? А, вернее, машины оставляют. А тесмин меньше торгует. Уже не так, как было раньше. В том году, в такое время, в это, там, 30-40. А, контейнеры даже вот здесь сбоку поставили, не знаю, сейчас. Этот, Вовка, там, много знакомых. Ну, прокурор. Эти на пенсию пошли в скорой довезти. Так можно, в принципе, вытащить. Вот так вот. О! И так кушать. Ничего особенного. Курица, соль и тесто. Кунжур. Но все равно по-новому. Да, нет этого. Давно уже. Так, что там. И на барахол-то уже. Такой сильно. Нет. Товара такого уже что. Так они сейчас знают, что делают. По деревням ездят. Купают за копейку. Да. Перепродаю. Все старое. Это самое. Швейные машинки. И плиты. И велосипеды. И что только нет. Запчасти. Да. Эти. Молотки. Потом что. Видел. А друг у друга эти. Перепродают. Ну смотри. Два цыгана. Это самое. Восемь штук. Пенсионеры. Мужики в основном пенсионеры. Им на пенсии делать нечего. Они. Воскресенье. Так же как рыбаки. Приходят туда пообщаться. Поговорить с друг другом. Ну и копеечку. И там постоянно друг у друга они покупают. Ходят. Например Вася продай мне то. Или давай обменяем. Да там в основном. Ну по кругу ходит все. Те кто любит языками почесать. Ну и дельно это. То что взяли. Дельно. Раньше приезжали из Тулы. Туллинцы. Их много было. Они. Из Кресноярска. Отовсюду. Другого региона. Машины. Ехали за 400 километров. Да при чем они торговали. Они и машины продавали. И скупали. Попутно барахолку. Раньше много было. Притом в это время. Ровно в 12. Я там был. До часу. До двух. Потом после двух собирается. Ну это раньше было. В 11-12. Самый час пик. С 11 до часу. Да. Самый час пик. Самый такой. Потом рассасываться начинал. Так я тебе скажу почему. Это самое. За 400 километров. Едут и берут. Вот это вот. Когда пик металлолома начался. С Увы сюда до Минусинска. Ближе. Минусинский там. Принимали чермет. Вот они. Да и по сей день. И кровати там. И печки там. В общем проволоку. Чермет везут. Сдавали. Дома все сдавали. Это самое. Вплоть до ложек вилок. Все. Оттуда вывозили. Сюда. А сейчас и раз ценники в магазин. Что новое привозят. Ценник. Ну дорого. Они едут здесь. Для хозяйства надо. Или строиться надо. Ага. Здесь подешевле. Вот они скупают. И туда к себе. То есть круговорот идет. Вот так. Я уже уходил. Там мужик уже собирался. Я говорю. Есть. Электроточила. Маленькая. Посмотри. Там все хорошо. Там еще поторговаться нужно. Да. С ними. Они тем более. У кого. Дни неприбыльные. Народу нифига нет. Вообще. 12 ровно такая. Яда торгующая. Прям печально видеть. Так у нас и авторинок помер. Интересно. Раньше у нас большой авторинок был. Он постепенно камал в лето. Так интернет начался и все. Все. Они же оттуда вогнали. В общем. Кто по дороге машины разбивал. И все вот это вот здесь. Поезды в огне. Распихивали. Делали. Приедут например. Четыре семьи в одной машине. Тот продает. А те. С мастерской забирают. Тоже. Продают. Или домой. Так что. И на воровайках эти. Как там их. Эвакуаторы. Делали они. Сюда грузили. И везли. Договаривались. Сперва. А потом везли. И на ремонт. Так. Я взял вот такой. Я бы хотел еще поменьше. Но. Такой какой есть. Он и так. Миниатюрный. Там наверное. Ватт 150. Я не разглядел. Потому что я считаю. Реальную мощность. И даже по запуску. Вот такой вот. Но это наверное. Оригинальный точилос. Советский. Электроточильник. Оцентрованный. Под большой. Что не страшно. Но он медленно. Его крутануть. Надо запускается. Крутится. Это из-за того. Что конденсатора нету. Да. Провод. Конечно. Переделаю. Конденсатор. В разрыв. По идее. Надо ставить. Обычные. Вот смотрите. Короче. Один микрофарад конденсатора. Идет на 12 ватт. Запуска. Это где-то надо 10 микрофарад. С запуском. Чтобы сам запускался. Здесь я не оглядел. Что тут у нас. В эту розетку наверно не войдет. Ну конечно. В эту-то не войдет. Это три стройник. Надо проверить. Ну это Советский Союз. Советский Союз. Долговек. Долговек. Написано. Сколько ватт не вижу. 0,0. Сколько ватт не вижу. 220 на 380. Двигатель 3. Коротко замкнутый. Год выпуска. 1967 год. Советский Союз. 1967 год. И до сих пор крутит. До сих пор крутит. Подшипник. Надо будет посмотреть. Смазать и все. В принципе я сейчас. Переноску принесу. А вон у меня. Пусть лежит. Пока мама не видит на столе. Потом мама сейчас увидит. И бежит. И что думаешь. Сколько оборотов. Сколько. 2760. Сейчас мы его запустим. А 0,9 киловатт. 0,9 это много. Но он не должен быть 0,9. Для такого объема. Киловатт. Не должен быть. Он наверное ватт. 200. 200 150 мА. Нет. В Советском Союзе все может быть. Все было вернее. Это сейчас понакруть. Это вот. Киловатт. Даже 0,4 киловатта. Я и говорю. 0,4 это мощно. Вот смотри. Подожди. Вот 2. Ну считай 3000. Так. Подожди. Дай-ка через полотенце. Держи. Чтобы не пробило. Мы же не проверяли на корпус. Сверху не замотал. Так вот. Далее. Ну-ка. Брысь. Оттекай. Так. Не направляй. Точило только. Давай. Чтобы было. Давай. Давай. Быстро. Крутануть. Давай. Пальцы его убирай. Ты на меня и на себя не направляй. Все. Оттекай. Комаски не пробивает. Точится. Не шумит. Все. Ну я знаю. Подшипники хорошие. Он еще будет крутиться. На своей центре. Не включай. И тихо работает. Оборотишься. А, да. Выключай. Так он давно выключен. Так ты мне давай эту-то. Он еще по энергии работает. Где же раз его. Вот тоже. Хатунок. Чё, иди, иди проверяй. Чё. Ну, жужжи. Жужжи. Проверять ему надо. Вот. Специалисты. Специалисты. Ну, нормальный. Он и не дохлый. Вот эти. 67-й год. Так сколько ему лет-то. Уже скоро ничего этого не будет. Будет китайская намотка. Такими же окрашенными цветными двигателями. Которых нет в меди. Там-то медь настоящая. Рядышки. Потом его надо просто будет поставить. И все. А те, которые в перемотке были, они вообще вечные. Потому что перемотчики сами, чтобы меньше летел двигатель, больше работал. Обмотки добавляли. Сейчас на асинхронике вообще меньше наматывают на статор. Меди. Если раньше наматывали, то сейчас всё. Кто тебе будет наматывать? Сейчас экономим на всё. Тогда, да. Это самое. Вон знаю. А что? Раньше было. Что не это? Бутилька? Ну, раньше бутилька. Сейчас не бутилька. Ну, пойдешь. 6-7 надо бутылок купить. Чтобы... Ну, я имею в виду цена. А чтобы новый получить, перемотают эта самая бутилька. Так он перемотает ещё с запасом. Ну, чтобы даже его замкнули, он дымел, а не сгорел. Так что... Нормально. Нормально. Главное, даже ничего менять. Там батарею выиграть. Лучше даже ничего менять не надо. Просто рукой запустил всё его запуск, ушёл. Потому что, если через конденсатор ставить... Ну, скорее всего, там идёт трехобмоточная система. Он стоит на 220. Идёт. Ну, просто треугольник или звезду. На 380. Там он стоит. Он так немощно крутит. Но для ножей это достаточно. Для ножей больше и не надо. Потому что, чем больше его... Да, всё, мелкое. Тем страшнее. Не топоры. А что ж... Вы не хотели на вашей точилке? Которую я сделал-то. Такой же. Ну, помнишь? Руки вторые. Точить. Не, я, думаю, брал заводскую производство СССР. Да, Косик. Пришёл, Игорь. Косик, тут как тут. Мясо посев у него. Мясо. Мясо, давай. Давай мясо. Я кормлю. Молодец, молодец. Петухом. Петухом. Да? Ходит-то. Гадушки, переноску вставить. Да, я посмотрю. Ой, 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 ой. Ни пластмасска. Ни пластмасска, которая сейчас торгует. Ни пластмасска. И точила там хватит. Ну это мелко. Еще на 40 лет хватит. Масса, зелься. Масса. О, зелься, да. Зелься, да, ел уже, сытый уже, я кормил. И мама там уже все давали. Буська спит, отдыхает. Так он сейчас где-то гасился, поспал. Где-то опять. Ты где спать, а? Ты где спал? Бородой я сейчас тебя заюкры. А? Уже впусти меня. Тошка, да вот. Сам посидеть не надо. Он заначку свою это показал, где чего-нибудь у него. Повыкатывал. Игрушки свои под креслом. Сбоку вот здесь. Ага. Да, шуток. Мал, скажи, опусти меня, дядька с бородой. Пусти меня. Площа забудай. Ладушки, хорошее тучило, хороший камень. И оригинальное под это сделано. Все. Уменьше делать. Что в Советском Союзе делали это хорошо электродвигательно? Да. Да, вот там. Нет, с запасом. Да, вот там. Ну. Да? Игрушки. Тоська, Игрулькин. Ты Игрушкин? Тоша, ходуношек. Ходунки. Ходунки. Да, как у меня это самое. Да, ходуночек. Ходуночек ты. Машенький ходуночек. Ладно, на этой прекрасной, замечательной ноте. Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. Идти пока заниматься. Да, к штативу пошел. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока.